Сегодня я не хотел сильно грузить вас, и на Encounter у меня просто была мысль, которую я собрал в тему. И тему сегодняшнюю я назвал «Цена следования за Христом». О, интересная мысль. Перед тем, как я пойду в тему, давайте сразу поприветствуем тех, кто с нами в прямой трансляции. Добро пожаловать, дорогие. Сразу начну с такого вопроса. И поверь, это глубокий вопрос. Ты следуешь за Христом или за христианами? Опа, стоп-стоп-стоп. Я не хочу, чтобы ты сейчас бежал дальше. Подумай очень внимательно над этим вопросом. Потому что большинство людей, с которыми я встречаюсь в теле Христа, следует чаще всего за христианами и их пониманием Бога. А что если тебе будет открыто именно твое, твое движение за твоим Богом? Семья, вот это и есть наша мечта. Показать людям путь в личное взаимоотношение с Богом. Чаще всего это стадный принцип. Вот почему тысячи людей слушают и смотрят нас, но боятся сделать шаг в это здание. Они живут вокруг нас. Почему? Потому что хождение не за Христом. Как можно любить Бога и хотеть... Это, знаете, это вот эти люди, они как Никодимы. Они ночью приходят ко Христу. Они подбираются тогда, чтобы их не видели. Сейчас мы это называем интернет. Раньше ночью лезли, а здесь онлайн. И их много, поверьте, я знаю. Мы знаем. Пастор, я тебе не скажу, кто я, но ответь мне на этот вопрос. Ой, жизнь, да? Итак, мы последователи Христа или христианства. Потому что, когда мы последователи Христа, у тебя есть радикальное мнение и движение. Когда ты следуешь за христианами, ты следуешь за их пониманием Христа и не высовываешься. Когда Бог зовет тебя, ты не идешь. Ты смотришь, пошли ли те, кто рядом со мной. И как только пару шагов человек сделали, ты вместе с ними идешь. Опа, вот это и есть развлечение между последователями Христа и последователями христианства. Но последователи Христа, семья — это первопроходцы. Кто-то понимает о чем? Поймите, дорогие мои, Богу нужен кто-то на этой земле. Кто сделает шаги, которых еще христианство не делало. И ему нужны люди, которые радикально начнут молиться, говорить и высвобождать царство на этой земле. Абсолютно оригинальным методом того, которого не было до этого. Он будет тебе это показывать. Он будет тебя звать. Согласишься ли ты на эту миссию битвы в одиночестве? Следование Христа чаще всего один. Человек — это такое существо, который всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. И наименьшего дискомфорта. Это наша натура, семья. Но есть законы, управляющие этой вселенной. Все мощное, великое и прекрасное требует выхода из комфорта. Это значит, что-то мы должны начать делать, что бросит вызов не только нам, но тех, кто вокруг нас. Почему христиане так сильно переживают за мнение других христиан о них? Я еще раз повторю, почему большинство христиан больше переживает не за мнение Христа, а за мнение христиан? Меня не поймут. Да я тебе открою секрет. Тебя никто не должен понимать. Ты ничего никому не должен объяснять. Кто-то понимает? Это личное движение за Богом. Никогда, но не включало в себя, что кто-то должен тебя понять или принять. Ты хочешь что-то великое на этой земле? Да! Подчинись тому, что Бог тебе покажет, и куда Он тебя позовет. Да, Библия полна. Вся Библия — это сплошные первопроходцы. Эти первопроходцы, но сейчас, заметьте, что мы делаем, мы не первопроходим, мы смотрим за первопроходцами в Библии и пытаемся их повторить. Они никого не повторяли. Библия — это прекрасный фундамент для того, чтобы тебе двигаться. Не за фундаментом, а так, как они, они пример. Семья — они пример, а не стандарт. Возьмите Авраама. Он сделал все первой. Давид делал вещи первой. Есфирь — первая. Руфь — абсолютно первая делала вещи. Почему мы пытаемся повторить Иосифов, Моисеев, Давидов? Почему? И мы следуем за общепринятыми, разъезженными, описанными вещами. Для меня Давид — это пример. Для меня Павел — это пример. Но это не стандарт моего движения. Бог хочет и тебя, и меня взять дальше. Семья — дальше. Скажите это слово «дальше». Дальше. Почему мы наших отцов духовных сделали стандартом? Это платформа, на которой мы стоим, и мы двигаемся дальше. Я хочу идти за Христом. Семья — кто-то понимает. Они за христианами. Я хочу идти за Христом. Когда ты избран Богом, ты обязательно будешь отделен. Ох, это отделение. Это отделение, Боже мой. А можно быть призванным Христом, и не надо меня отделять. Меня же родственники теперь ни на какие свадьбы приглашать не будут. Я заметил, когда Бог тебя отделяет, Он тебя так радикально отделяет. Господи, может, как-то это... Нет, ты отделен настолько радикально и навсегда, что при желании вернуться не можешь. Именно по этой причине ты будешь чувствовать себя отстраненным и отделенным. От всех остальных. При всех попытках вместиться, быть понятым, принятым обществом у тебя не получается. Потому что того, кого Бог призывает, Он навсегда отделяет. И совсем небольшая категория людей тебя поймет. Я еще раз прошу, семья, центры трансформации, это церковь первопроходца. Мы на своем горбе, наверное, еще с начала двухтысячных, вынесли все. То есть мы начали с вами прыгать, как славяне, впервые в славу, наверное, впрыгнули мы. Наверное, и нас пронесли по всем телеканалам христианским. То есть, ну я не знаю, чтобы кто-то из славян перевее вошел в славу, в чудеса и знамения, чем центр трансформации. То есть Бог нас избрал, вот так, раз. Семья, у нас была церковь, она ровно переполовинилась. Кто был оттуда, вы помните. Как только первый удар славы пришел, бабах. Все на полу валяются. В слезах, в соплях, молодежь вообще не поймет вообще, молодежь вообще из адеквата выпала, она в славе находится. Все люди вообще, то есть в таком состоянии вообще, просто в славе, и все, облако пришло. Семья, не 10% церкви, 50% церкви сделала шаг назад. Мы с этими людьми уже были рядом, рядом, изгоняли бесов, семья, исцеляли больных, делали все, несколько лет. Но как только Иисус сказал, Сын, я это не только для Твоей церкви делаю, я это высвобождаю на тело, как через вас, как через первопроходцев. И если вы помните 2008-2009 год, что начало происходить в глобальном теле. У всех посыпалось золото, елей, ведение ангелов, трансы, нереальные вещи начали происходить. Потому что кто-то должен поставить свою репутацию. Кто-то должен отречься от мнения всех людей, которые с тобой когда-то шли и были рядом. Семья, я еще раз повторяю, мы последователи Христа. Мы не динаминации. Не людей. Не их мнений, основанных на движениях прошлых. Я хочу новое того, чего не было. А это требует жертвы моего имени. Я не могу, моя натура не позволит мне есть вчерашнюю манну. Я хочу того, чего не было. И это цена, которую я готов платить. Цена сплетен, грязи, отверженности и атак. Я готов ее платить. Потому что я хочу видеть живого Бога. И мы с вами в прошлый раз говорили, что такое живой Бог, а что такое вчерашний Бог. Семья, поймите, я уважаю историю и я люблю, где Бог был. Но я не хочу, где Бог был, я хочу, где Бог есть. Бог нигде в своей Библии не сказал, я был. Нет имени, я был. Есть только я, если я сущий сейчас в этой точке времени. Но человек такое существо, которое может выбрать жить в прошлом. Можете себе представить, человек такое существо, что мы можем выбрать жить в прошлом и питаться прошлым Богом, старой манны. И кого Бог избирает, Он его отделяет. Большинство не захотят избрания и подъема на высоту. Потому что большинство не сможет оставить багаж, мнение людей и не сможет оставить свое дешевное связи с людьми. Но готов ли ты? Избираешь ли ты новое? Семья, почему сейчас эта тема выплывает? Потому что я верю, что мы готовы шагнуть в что-то очень радикальное. Я это чувствую. Я чувствую, что... Дорогие мои, я вам еще раз говорю, я знаю, что в этом зале, именно здесь, нам, многим было показано, что именно в этом зале будет нереально мощное пробуждение. Я знаю, что в этом зале будет нереально мощное пробуждение. В 93-м году я стоял на этой сцене. Знаете, где я стоял? Я стоял вот здесь. Именно вот здесь, посередине вот этого ряда. И я смотрел на балкон. Около меня стояла огромная линия людей. И в этом зале я видел славу, которую я не видел и не слышал ни в одной книге. Я видел густое облако, которое опустилось на весь зал. Я видел, где никакой человек не возлагал руки, и где слава просто сносила всех. Забито было все. Зал, балконы, проходы, спортзал. Вокруг все было забито. Я видел. Я был в этом зале. Светлана была именно в этом зале. Она, кстати, в том видении. Я стоял здесь. А она стояла в видении вот здесь. И смотрела на мою спину. Мы с ней до четкости, до ясности знаем, даже где мы были во время того, как это излилось. Я знаю, что пророчество — это всего лишь, это не гарантия, это один из вариантов, в которые ты можешь войти. И я выбираю войти в него. Нам это здание не было подарено для того, чтобы теперь наши попы сидят на своих мягких стульях. Нам это место было дано, потому что мы говорим, о, здесь много вместится. Похоже, так и будет. О, Боже мой. И Бога не волнует, сколько здесь стульев стоит. Слава Богу, она работает гравитацией и радиусом. Люди будут по дорогах ехать и накрываться, слава Богу. Это всего лишь эпицентр семья, эпицентр. А толчки будут везде идти. Эмма, ты со мной? А ты готов, что, приготовиться к тому, что сейчас или вскоре начнет что-то происходить, что даже твой мозг задаст вопрос? Ты готов к этому? Я хочу, чтобы со мной были такие люди, как я, а не нормальные. Семья, поймите, если ты идешь за действиями Христа, ты обломишься, потому что действия поменяются. Если ты идешь за Христом, ты никогда не обломишься действиями. Если ты идешь за действиями, это значит, ты подсажен на какую-то версию пробуждения. Но если ты подсажен на Него, несмотря на то, что Он делает, я иду за тобой. Иисус сказал ученикам, когда во время того, когда, бум, мозги взорвались в всех, не хотите ли вы уйти? Ученики ничего не понимали, но сказали, у тебя жизнь, мы идем за тобой. Кушать Христа, так кушать Христа. Он сказал, если не будете есть Мои плоти и пить Мои крови. О, для еврея, прикидываешь, что это? Там свиню нельзя ездить, а Иисус говорит за людоедство. Но ученики вместили это. Почему? Потому что двигались. Знаете, почему огромная толпа ушла? Потому что была подсажена на движениях и действиях Бога. Почему эта группа не ушла? Потому что они были, они сидели на Нем, а не на том, что Он делает. Я возвращаюсь к моему вопросу. Ты последователь Христа или христианства и действий Христа когда-то? Потому что Библия говорит, Бог творит все новое. Он Бог нового. И в каждом поколении Он хочет открыться так, как предыдущая Его не знала. Готов ли ты к этому? Я хочу, я хочу. Больше всего хотимого мной. Я хочу познать Творца. Я хочу идти на глубину, семья. Мне не интересны дни хуштаны прошлых веков. Что Бог делал тогда? Опять, я уважаю историю и ДНК, но я не история. Вы понимаете, о чем речь? Вчера у меня это просто, знаете, вчера такая слабо. Я в пятницу, мы в пятницу с ребятами включили молитву вот эту, сидели там, вау, ну у вас тут было. О, у нас тоже там, ребят, с первых, с первых буквально первая молитва, атмосфера в зал, бах, и зашла. Мы, нас всех размазало. О, и вы знаете, что мне нравилось на этом энкаунтере? Христос работал больше, чем мы. Нам надлежит умоляться, Ему возрастать до тех пор, пока Он не станет царем царей. О, мы туда идем. Мы туда идем. Мы уже любим атмосферу Его. Мы уже, что такое Его атмосфера? Это Бог сейчас. Поймите, атмосферой обладают только те, и атмосфера на тех, кто влюблен в Бога сейчас. Доказательство, что ты с Богом, как вам сказать, который сейчас, ты в атмосфере. Тронного зала, славы Бога, ты слышишь пение ангелов, ты видишь этот трон, ты просто захвачен, ты выпал из времени. У меня колбасит, извините. В реальности жизнь первопроходца, дорогие мои, это не публично толповая жизнь, это одинокая жизнь. Понимаете, о чем я говорю, я могу находиться в обществе первопроходцев, но я все равно один. Кто-то понимает? Ты все равно должен принимать решения сам, ты не можешь быть они, ты он и она. А у нас с вами здесь семья личностей, у нас нет этих стада баранов, которые бегнули вместе, пукнули вместе и ушли домой. Это место личности. Заметьте, что когда Иисус собирал свою команду, заметьте, как Он их избирал. Он их каждого звал индивидуально по имени. Семья, вы не поняли, здесь величайшее откровение. В Боге нет толпы, в Нем личности, знающие Его голос. Если ты не знаешь такого Бога, если ты смотришь, не знаешь такого Бога, я умоляю тебя, оставь стада и начни идти за Ним. Дорогие мои, нет ничего хуже, когда Иисус семья, поймите, можно даже бесов изгонять, но можно не знать Бога, можно пользоваться инструментами, не зная производителя. Да, можно проповедовать, вести церковь, много каких крусейдов делать, но в конце концов, я не знаю вас. Заметили Слово Иисуса? Он не сказал, я не знаю тебя. Потому что если бы Он сказал тебя, то это уже гарантия то, что Он знает. Кто-то понял это откровение? Он сказал, я не знаю вас. Потому что никто никогда из толпы не вышел. Я вас не знаю. Мы невеста с бочками масла. Я не знаю вас. Отойдите от меня. Делающие беззаконие. Это они. Тема они. Помните? Не помните? Прослушайте. В Боге личность, имя, индивидуальность. В Нем нет толпы. И наша цель привести каждого, не их, не они, а его и ее, лично к Нему. Ты должен. Вот как приходит единство. Я не ввожу все стадо в одну политику церкви. Это не единство, это секта, которая отличается чуть-чуть от той секты своими доктринами. Я ввожу вас в знание Христа и в единство с Тим. И мы едины, потому что я с Ним един. Кто-то понимает? Мы с тобой не можем быть не едины, потому что и ты, и я влюблены в Него. А Его Дух, хочешь ты или нет, соединяет нас. И при всем твое желание уйти, ты не можешь. Потому что ты знаешь, что это твоя семья. Эй, мэн, воздайте Ему славу. Джизис. Одна из условий всех призванных Богом. Научиться думать на уровне своего призвания. То есть, кто ты? Кем ты призван? И от этого вытекают твои действия. Опа, детям новых русских. Заметно, что это дети новых русских. Если кто не знает, что это такие. Это те, кто нифига, извиняюсь, в своей жизни не делают, но ездят на Мерседесах, на Геликах, в спортивках Адидаса. И у него на пальцах на всех не по одному кольцу, по два. Потому что не вмещаются, братела. О чем я говорю, я не говорю о том, что это хорошо, это отвратительно. Ничего не достигнувший быть, знаете. Человеческое сердце должно уплатить цену, чтобы знать цену цене. Я говорю сейчас, когда, вы знаете, я знаю тех, кто знает его. Я чувствую твое уважение ко мне, но не поклонение, поклонение ему. Кто-то понимает о нас? Как только где бы я ни находился, я летаю по разных странам, делаем очень разные движения конференции. Я вижу, что идет человек на поклонение. Я говорю, закройте меня от него, я не хочу с этим человеком встречать. Потому что ты должен проявить уважение, а я уважение к тебе, но поклонение ему. И когда кто-то идет уже, знаете, я вижу эти глаза. Если кто-то из вас в теме, вы в теме. Идет, знаете, у него, то есть... Все, он идет на поклонение. Он на меня смотрит. И я на него смотрю. И я его боюсь. Потому что поклонение принадлежит Творцу. Мы обыкновенные люди, ошибочные. Мы должны быть очень аккуратны со своим сердцем. Как только не уследишь, залетишь. На любом уровне ты абсолютно можешь поддаться атаке и падению. На любом. И никогда не вздумай, что на каком-то уровне восхождения к Богу у тебя есть страховка. Нет у тебя есть. Я подхожу вот именно так, что я должен всегда быть на чеку. Бодрствуйте и молитесь! Не чтобы, вляпавшись в грязь, врубиться, чтобы не впасть в искушение. Поняли разницу? Чтобы даже не подойти к искушению. Бодрствуйте и молитесь, чтобы даже не впасть в искушение. А наши молитвы как обычно работают? О, Господи, Боже, влип я! О, как влип я! О, как влип я! О, я хочу бодрствовать и молиться, чтобы даже не подойти к этому рубежу. И я знаю мое сердце. О, чуть-чуть больше того, чего надо, и все, и дисбалансик пошел. Не дай мне ничего, к чему не готово мое сердце, включая денег, власти, атмосфер, любовь. Ничего, не дай мне ничего, что может дисбалансировать меня. Ничего, не хочу, мне интересно, мне интересен ты. Ничего мне не надо. Для меня он приоритет, он моя любовь, он моя жизнь. Вы знаете, призванный — это уникальная позиция. Это человек, который всегда, который, как вам сказать, это всегда, который в растяжке. Он раздираем двумя противоположностями. Привычная и неизвестная. Я еще раз скажу, семья. Человек-первопроходец — это личность, которая... Смотрите, семья, я сегодня первопроходец, завтра это будет вчерашний день. Кто-то понимает? Мне и тебе нужно научиться жить в растяжке. Тебе нужно научиться. Потому что человек — это такое существо, он моментально подседает на движение Бога и из этого делает культ и деноминацию. Потому что всегда легче, когда Бог действовал, но очень тяжело, чтобы Он действовал сейчас. Поверьте, у меня большая история. Ну, с Господом, с откровениями, со спасением людей, с трансформацией, реформацией. Большая история. И поймите, есть искушение просто сделать шаг назад и сказать... Кто-то понимает эту мысль? Есть искушение жить историей. Есть искушение жить прекрасным вчерашним днем. Потому что делать шаг вперед я должен сравнивать себя с тобой, с другими, с младенцами, с молодежью и вместе кричать о новом Боге. Потому что я знаю Бога тогда, но мы вместе познаем Его сейчас. Кто-то видит разницу? Знаете, где гордость прикасается людей, служителей? Когда Он общается с людьми, которые моложе Его духовно и физически. И Он ему, что ты, желторотик, ты знаешь, где я был? Да Бога вообще это не волнует. Бог говорит, сейчас ты с этим желторотиком на одном уровне. И Он сейчас, скорее всего, свежее знает меня, чем ты. Поймите, Бог сейчас сравнивает всех и смиряет всех, потому что все познают Его одинаково, идя вперед за Ним. Да, моя история богаче, чем твоя, но ничего. Это как динарий. Кто-то помнит притчу с динарием? Весь день проработал, получил то же самое. Вы когда-нибудь задумались над этой притчей? Семья. Это другими словами, ты получаешь того же Бога, которого и получает тот, кто вскочил. Ту же свежесть Бога. Да, ты проходил с Ним годы и годы, и тут раз кто-то впрыгнул, а Бог основывается на сердце, а не на истории. Вот почему блудницы и прелюбодеи вперед идут в царство. Я говорю, Господи, пожалуйста, не забудь меня. Вот почему грешники, Библия говорит, раньше идут. Библия говорит, раньше прыгают в славу, быстрее заходят. Я говорю, Иисус, я в ту катеру как бы не попадаю, но я не хочу быть блудником. Но я не хочу терять твое движение и твое дуновение. Семья. Опять же, я вам говорю, это жизнь в растяжке. Кто-то понимает? Поймите, легко оставлять прошлое, когда оно плохое. А ты оставь прошлое, полное славы, чудес, огня, реформации, свидетельств, изгнания бесов. Оставь! А мне нужно его оставить ровно так, как и те, которые оставляют грех. И вот где Отец говорит, оставь. Я говорю, Бог там хорошо, он говорит, будет лучше, оставь. И я в этой растяжке, он тянет меня. И мое хорошее прошлое держит меня. Но я последователь Христа, а не христианства. Я хочу прямо с сегодняшнего Бога. Сейчас, Бога сейчас. Вот зачем я иду. О, Бог так не делал. Аминь! Ты можешь всем говорить, что Бог так не делал. Аминь! Не делал! Делает. Когда мне подходят, все говорят, Бог так не рубил. Я говорю, аминь! В этом же и сила Бога, что он не делал, но делает новое. Пожалуйста, выйти из того, что Бог рубил. То, что Бог делал, он уже не делает. Все! Он туда не возвращается. Он не собирается из-за твоей сильной веры в Нихуштана воскрешать Нихуштана. Семья, вы не понимаете. Сейчас есть целое поколение, которое молится на Нихуштана, чтобы опять пришло пробуждение. Я сейчас в кавычках говорю. The snake, snake in the desert. Вы помните, да? Как его по-английски? Нихуштан, да? Вот так. Вы здесь что-то берете для себя? Нормально, да? О, как я хочу. Знаешь, и чем дальше я иду, тем я больше влюбляюсь в Бога сегодня, сейчас. О, потому что ты в самом, ты в самом свежечке. И это целое поколение, оно сейчас пытается воскресить Нихуштана, которого Бог сказал, это уже не я, это уже совершенно другое существо. И опять кто-то следует за движением, а не за двигателем. Видите разницу? Семья, я абсолютно не хочу пробуждения, которое было в Пенсаколе. Я абсолютно не хочу, поймите, я абсолютно уважаю, но это не мое. Поймите, Бог не будет это воскрешать, нет. Мы со Светой, помню, во время Пенсакола, мы около телевизора валялись. Тогда еще телевизоры не были тонкие, тогда телевизоры были толстые. Помните эти телевизоры? Это 95-96 год. О, я помню это движение Пенсаколы. Мы под эти песни, не-не-не-не-не, тут я помню. Да, потому что я помню, что мы были именно в этом 2004-й, 3-й, 4-й и 5-й, это была как раз вот эта вот вся тема. Потому что я помню, я как раз тогда был бесцерковный пастор. И у меня было время валяться около толстого телевизора. И Вов говорит, нет, сынок, пойдешь ли ты за мной, как неизвестным Богом, за Богом, которого еще не было? И я знаю, кто пойдет за Ним, которые влюблены в Него, а не в Его действия. Вот почему только влюбившимся в Него дается доступ до сегодняшнего Бога. Я еще раз повторю, семья, невозможно, как вам сказать, любить просто Божье и быть в славе сегодняшней. Нет, ты должен любить Его, чтобы быть в славе сегодняшней. Если вы поняли, это фундаментальная истина. А у нас есть история, у нас в центре было пробуждение. Вы помните, когда тут что-то творилось? Семья, я туда не хочу. Кто-то вспоминает, забудь. Бог хочет сделать что-то абсолютно радикально новое и другое. Ты сейчас вообще в другом духовном возрасте. Представь, что сейчас Бог будет делать с тобой. Ты сейчас через эти, я не знаю, сколько там, сколько это лет назад было? Лет 12, да? 13? Like 13, 12 years ago? Many years ago. Представь, как ты духовно вырос, к чему ты сейчас готов? Всегда иди за Ним, а не за тем, что Он делает. Это значит, будут времена, когда никакого движения не будет. Это значит, не вздумай его создавать и подделывать. Это значит, когда тишина, наслаждайся сейчас Богом, движущимся в тишине. Как только начинается шторм, я буду и ты, мы вместе будем на гребне шторма. Шторма неба, шторма славы Бога. Действительно, кто сможет жить двумя противоположными растягивающими элементами? Которые всегда противодействуют тебе внутри. Что делает человека неадекватным, теряющимся в процессе, взрывающимся изнутри? Что? Две силы, растягивающие его. Вы знаете, какие люди самые горькие? Дайте я вам сейчас скажу. Это люди, которые знали движение настоящего Бога. Знаете, почему мне сейчас так классно общаться с молодежью? Потому что они не помнят, они в дайперсах были в 2008-м. Он на самокате ездил, ему плевать было, что там делал. И сейчас я смотрю, они готовы к следующему гребню. А ты просто выгребаешь. С прошлых движений Бога. Самый прискорбный христианин, это тот, который знал движение настоящего Бога. Опасный христианин, это тот, который был в пробуждении. Потому что он постоянно ходит и сеет, а мы были, а мы видели. А что, Бог сдох? Если я ему тогда сказал, Бог, двигайся, и он двинулся. Сейчас говорю, Бог, двигайся, он говорит, тишина, сынок, подожди. Я говорю, ждем. Я в это время могу карпит помыть. Лампочки поменять. Стены покрасить. А если сейчас всех накроет, кто будет стены красить? Я не буду, я буду тут. Сам будешь стены, и дыры в стенах ты будешь заделывать. Я буду тут. Я использую время затишья для того, чтобы подготовить Дом Бога для движения. Наслаждайся волнами и сезонами Бога. Как хорошо быть зрелым, да? Когда там убиваются, ты чего ты убиваешься? Ничего нет. Ты говоришь, что я благодарю Бога, что ничего нет. Потому что я помню то время, когда было. Я хочу ехать домой спать. А мне нужно кучу мужиков неотдыхватных в машину грузить и развозить по домам. И команда порядка, помните, как мы с вами грузили в автобус? А там ребята, под славой Бога, вообще никакие. Как вот пятидесятница, пьяные все. Я говорю, Господь, пусть меня несут. Накрой меня. Что это? Тащите этого патраду. Я помню те вечера, где мы даже... Мы с вами были, ну, не пасторами, грузчиками. Грузили неадекватные тела сыновей Бога. В автобус. Я, кстати, рад, что я никого в Ризе сейчас не буду. Я рад, что я не надо делать это сейчас. Две силы растягивают тебя в противоположном направлении. И именно те, кто научились жить в растяжке, смогут жить на высоте. Помните, Павел пишет, кто освободит меня от всего тела смерти? Можете, если я говорю, Павел не говорю, кто... Потом он говорит, да, Бог освободил меня. Ну, представьте, Павел, Павел, он живет в растяжке. Что хочу, не делаю. Что ненавижу. Тянет, делаю. Алло. Растяжечка, знакома? Ты вроде в славе, на пике, и тут постоянно что-то тебя тянет. И тянет. И ты говоришь, когда оно перестанет тянуть. Дорогие мои, оно не перестанет тянуть. Оно всегда будет тебя балансировать. Вы должны понять, что именно в движении баланса и в растяжке ты становишься глубже, крепче и духовнее. О, как только тебя попустит одна часть, ты сразу Богом станешь. Насчет привязанности с другими, а что у тебя проблемы? Вау, брат. Вау. Поэтому нормально. У тебя нормальный пастор. Я живу в растяжке. Как насчет тебя? Растяжка не мешает мне быть в славе Бога. Абсолютно. Может ли Бог доверить тебе конфликту? Подумай. Мы так любим бесконфликтную жизнь. И никакого противостояния. Я еще раз задам вопрос. Насколько ты адекватен посреди конфликта? У, сколько на меня персонально выходят конфликты. Недавно опять какая-то пена была. Помните, да, что-то было такое? И все христиане опять. Это конец Андрея. Какой конец Андрея? Ребят, я знаю, что такое конфликт. Я знаю, что такое сила нереагирования на судороги врага. Твоя сила не делать ничего, потому что он, дьявол, силы не имеет никакой. Ну, и шо? Их детенок. Ну, серьезно, мне тут писали письма. Это конец Андрея. Какой конец? Конец всей пены. И я достаточно взрослый, чтобы знать, что очень скоро поднимется еще кто-то. Я знаю. Потому что если на протяжении 16 лет ничего не изменилось, я не думаю, что что-то поменяется. Итак, я повторяю еще один момент. Можешь ли ты жить посреди конфликта, который не просто идет, идет убить тебя? Кто-то пытается убить тебя. Нам всем хочется, чтобы Бог доверил нам Царство. Но если ты не можешь стоять посреди шторма, конфликта и проблем, грош нам всем, цена, как капитанам. Потому что штурвал доверяется людям, и лайсенс дается капитанам, которые прошли через штормы. Ты делаешь все возможное, или кто-то делает все возможное, чтобы не попасть в шторм. Шторм от дьявола. Говорит, сынок, я тебя хочу тренировать посреди шторма. Ты права. Хочешь? Хочу. Тогда иди в шторм. Неком. Ребята, грош цена лидерам, которые не умеют разбираться со сплетнями. Грош цена лидерам и даже людям, которые на каждую атаку он или она должны ответить и отреагировать. Ты умрешь, реагируя на все. Меня как-то кто-то спросил, говорит, а ты будешь реагировать на этого человека? Я говорю, я бы реагировал, если бы он был в моем мире. Семья, вы не поняли. Мы с вами селим людей сюда, и они без аренды живут. Нет, вы не поняли. В нашей голове заселено слишком много бесплатных, ну, рентовщиков. И я отвечаю, я говорю, я бы реагировал, если бы эта личность или эти личности были в моем мире. Их нет в моем мире. В моем мире есть вы. И с вами я буду иметь взаимоотношения и реакцию, но не с теми, кто живет вне моего мира. Кто-то понял силу того, что я же сказал? Если вы выучите это правило, семья, вы будете жить счастливо. Я реагирую только на тех, кто находится лично, персонально в моем мире. И никогда на виртуальных рентовщиков я никогда не реагирую. Это не интересует меня вообще. То же самое, как Иисус. Он никогда не реагировал на то, на сё. Но когда учениц с учеками что-то происходило, здесь он реагировал. Каждый из вас должен определить ваш мир. Определить, кто в нем живет. И определить, кто имеет влияние и авторитет для тебя. И все остальные выселяются. До свидания! Ты кто такой? До свидания! Опять этот мим возродили, да? Ты кто такой? Давай, до свидания! Ты кто такой? Давай, до свидания! Опять в голову попало. Опять до конца служения я буду петь эту песню. Именно лимит твоего противостояния буре диктует уровень твоего хождения в славе. Другими словами, уровень твоей растяжки диктует глубину твоей славы. Диктует глубину твоей славы. Не растягиваешься, не имеешь. Лимит или уровень твоего противостояния, как сильно ты противостоишь буре. Диктует уровень твоего хождения в славе. Ты хочешь глубокую славу. Готов ли ты пройти через очень неприятный глубокий шторм? Люди задают вопрос, что заставило тебя встать и двигаться в этом направлении? Ответ простой. Я страстно и сильно желаю познать, что скрыто внутри меня и кто я. Семья, поймите, я иду за Богом, потому что каждое откровение Его — это откровение о себе. Поймите, когда сходит атмосфера, ты познаешь себя в славе и в атмосфере по отношению с Богом. Кто-то понимает? Поймите, когда сходит слава, ты не познаешь только Бога, ты познаешь сразу Творца и Творение, что являешься ты. И после каждого столкновения и энкаунтера с Богом, встречи с Ним, я становлюсь глубже, сильнее, крепче и терпимее. Вот почему я иду за Ним. Потому что у Него ключ к оригинальным чертежам того, кто я. Мы с вами по каким чертежам решуем? По своим, по человеческим? И мы или мы идем по чертежам Его? Ты чемпион, ты победил. В тебе скрыты нереальные вещи. Но открываются они не христианами, которые завидовать ведут. Открываются они Христом, который хочет самое мощное для тебя. Я преследую всем сердцем, чтобы в реальности познать себя также. Потому что в Нем скрыт настоящее Я. Он скрыл самую сильную часть меня в себе. Семья до Него и до Него. Ты хочешь познать себя в самом сильном состоянии? Это у Него. Самый сильный ты. В Нем. Достигнув Его, ты достиг самого нереального потенциала и совершенства, собственного совершенства. Мы с вами говорили, что совершенство, оно всегда относительно того, кто ты в Боге. Я не умею петь. Это совершенство по отношению моего призвания. Вы не поняли себя? Я еще раз повторяю, если бы я умел петь, вы бы сейчас выслушивали не глубины откровения Бога, а как я хриплю. Но из-за того, что я вообще практически не пою, а вою, я удерживаю себя от того, чтобы только проповедовать. И поверьте, это хорошо для вас. Поэтому еще раз повторю, моя неспособность петь это бонус для моего призвания к телу. Сидят и убиваются, не умеют петь, не умеют, не умеют, я, Господи, я вообще несовершенный человек. Ты несовершенный по отношению похоти к чужому ближнему. Бог говорит, я тебя сделал совершенным, чтобы все остальное не мешало тебе исполнять то, для чего ты рожден. И я согласился, что я это не умею, это не могу, это не могу. И вообще говорю, спаси. А потом я даже прославил Бога, что я это не могу. Потому что от меня бы это требовалось. А свете абсолютно не надо проповедовать. Она может, видите, и сразу и пророчествовать, и все, все, все в поклонении. И я смотрю, говорю, я только хочу. А Бог говорит, нельзя. Почему? Потому что, мне одной из святых хватит. А так вы тут вместе будете петь и танцевать. А кто проповедовать будет? Кто на глубины будет? Поэтому еще раз повторять ее, прославь Бога за то, что ты не умеешь и то, куда ты не можешь доступ иметь. потому что только зрелый понимает, что это. Незрелый, хочу, хочу, хочу сейчас. Бог меня не любит, сделал меня коротким, длинным, полным, худым, сделал меня блондином, брюнетом. Успокойся. Найди его, и ты поймешь, что ты совершенен по отношению того, кто ты в нем. Не надо добавлять и не надо убавлять. Все соответствует совершенно его призванию для тебя. Вы знаете, один раз, вот здесь недавно, мне нужно было найти болтик. Здесь, в этом здании. И у нас там есть, и у нас там внизу, на первом этаже, есть шоп, maintenance shop. И там много этой, знаете, коробочек. И я их сую, и такой болтик, и такой, и такой, и такой, и такой, Я уже, господи, когда я болтик дайду? Мне нужно лампу прикрутить, знаете, она на проводах висит, ее надо прикрутить к потолку. Мне нужно болт. И потом я нахожу его. And I find it. Совершенная длина. Perfect length. Совершенная толщина. Perfect width. Совершенная резьба. Perfect everything. И я только что 50 болтиков перепробовал, они выпадают, мучаются, я уже руки не могу держать, знаете, на потолке, я уже прикручу их. And I tried all 50 other versions. My hands are falling off. You know, два часа вот так руки держать. Try to hold your hands up for two hours. And then I found it. I found it. Раз. And I didn't even need a screwdriver. It worked. Дорогие, вот так и в Боге. Ты думаешь, что ты никому не нужен и никуда не подходишь, пока ты не попадаешь мастеру в руки в нужное время. Same thing. You just need to be the master's hand. And you guys can't fill that space. It's my lamp. Same with God. He created a lamp. And I created a screw. Бог мой, мы с Сашей до Encounter приехали сюда и пытались собрать полку для мечей. Даны болты. Даны дырки для болтов. И ничего не совпадает. Мы молотком наживляли и заново перенакручивали резьбу теми же болтами, которые они нам продали из Китая. Ты не китайский болт. Ты не китайский болт. You are not a Chinese screw. Ты сотворил. У всех сразу картина такая. Ikea. You don't have to be rich. You have to be smart. Yeah, that's why I'm not shoving there. Бог мой. Света говорит, поехали, купим полку волки. Я говорю, не дай Господь. Не дай Господь. Я говорю, собираешь потом сама со своей ячейкой. У вас будет группа по сбору айкийной мебели. А это у тебя совпадает? Нет, а это, а это. А тут болтов вообще не хватает. А тут это вообще не вложили туда. Я помню. Понимаете, о чем я говорю себе? Каждый болтик имеет свое место, где он должен быть. И ты можешь всю жизнь валяться в этой шкатулочке, в которой я проверял, в этой полочке. И там между всеми остальными болтами, шурупами. И там, знаете, в ящичке. И ты такой, не чувствую я себя полезным здесь вообще. И там много таких маленьких ящичков. Кто там был, вы знаете. Куча болтиков. И они все без предназначения в жизни. Они все ждут. Они все там тусуются друг с другом. Большие с маленькими, худые с длинными, коротенькие с толстенькими. И мы все там вместе в ящичке. Пока рука хозяина не выбрала тебя и тыкнула тебя. Ну, извините, меня так Бог учит. Пошел искать болт и проповедь родилась. Переводчика нельзя смешать. Ты понимаешь? Не спеши. А некоторые, неважно что, вкручивай, Господи. Неважно, пойду за тобой, куда не пошлешь. Господь говорит, подожди, эти лампы еще не прикручиваются. Я уже в этом ящике пять лет тусую с этими всеми толстыми болтами. Я верю, что по этому болту было видно, что он тут очень долго в этой церкви ждал своего предназначения. И сейчас он на улице, на крыльце держит лампу. Настоящая история. Все, он в призвании. Ржет, наверное, над остальным ящиком. Пара проб и заканчивается. Я преследую его, чтобы познать себя. Когда ты проходишь через переменные и трансформацию, все вокруг тебя, хочет или нет, оно будет изменяться. Тебе нужно научиться быть окруженным теми людьми, которые запросто готовы к твоим поворотам. А ты готов к их поворотам. И вы благословляете друг друга на то, что внезапно Бог может что-то с твоей жизнью начать делать. И меня не захавает жаба. Потому что я нахожусь там, где я должен быть. Мне не с кем соперничать. Вы понимаете, о чем я говорю? Зачем мне завидовать, если я наслаждаюсь тем, кто я? Я только хочу, чтобы ты попал туда, где ты должен быть. Завидуют другая категория, которые не попали, которые ищут, которые пытались обрезать путь, пойти на компромисс. Вот они завидуют. Потому что проходить через пирамиды лично это одно, но наблюдать, как кто-то и кто-то меняется вокруг тебя и проходит. О, чаще всего люди отрекаются. Легко сказать, ой, я иду туда. А чаще всего, когда ты во время перемен ты говоришь, я не знаю, куда, я не знаю, кто, я не знаю, что происходит. И последний момент, я вот расскажу сейчас еще немножко, один момент насчет ой, аминь, 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 аминь. Аминь. Вспомните в то время, когда Иисус проходил растяжку. Понимаете, до Гефсиманского сада. Да, Гефсиман. И получается, что до Гефсиманского сада это была скала, на которой весь мир может опереться. И здесь приходит момент, где Он будет уставших учеников и умоляет их помолиться с Ним чуть-чуть. Этого не было никогда. Ученики, наверное, даже в неадекват попали. Тебе нужна чья молитва? Дорогие, а знаете почему? Потому что неизвестность началась. Кто-то понимает? Растяжка началась у Христа. Не говоря о нас. Иисусу самому было тяжело в Зимнадском саду, потому что Он проходил преображение. И именно в месте трансформации Иисуса ученики впервые увидели Его неуверенность и человечность. поймите, до этого это все, это не престол, это чемпион. Спит во время шторма, а здесь началась растяжка. Иисус начал входить из Учителя в Спасителя. Кто-то понимает? Сезон Учителя закончен и теперь начался сезон Спасителя. А здесь воу! И Он просит пожалуйста побудьте со мной в молитве. Запомни, период трансформации видна твоя человечность. Богатый юноша не смог преобразиться. помните, да, молодой парнишка подошел к Иисусу и начал с ним разговаривать. Что мне сделать, чтобы наследовать? Иисус ему сказал, опа, и тут юноша бах и в растяжку попал. Продай-радай все и иди за мной. О, я уверен, он хотел, но не смог. Потому что избрал движение, а не двигателя. По закону он был абсолютно чист. А Иисус говорит, если хочешь большего, совершенного, хочешь чего-то нереального, иди за мной. Кто-то понял, что это наследует только последователей Христа. Гусенице необходимо потерять все. Если она желает преобразиться в бабочку. но проблема всех гусениц в том, что им в состоянии гусицы показаны видения и пророчества о бабочке. Она ползает там по ветке. и она приехала на служение. Ей говорят, вижу, что видишь, как ты летишь, откуда с дерева вниз. Вижу крылья. Я вижу крылья. У нее только пупырышки. 18 точечек, типа ноги. И они have like 18 what looks like little legs. Крылья. But wing. Да, и гусеница начинает прообразовывать крылья. Вижу крылья. И this caterpillar is like wings, wings, I see wings. И потом говорит, хочешь бабочкой быть? Да. И они like, do you want to be a butterfly? Да. Иди за мной. А что ты будешь делать? Сейчас мы отсоединим от всех гусениц. Закаконируем тебя. Итак, мне тоже, когда я ползал по стволу. показано было мое будущее. А потом Бог говорит, иди сюда. И я начал. Знаете, что делает гусеница? Она закатывается, закручивается. Она начинает попадать в одиночество. Вы нигде не видели, чтобы толпа гусениц, ну, ради комфорта вместе закаконировали. Вы никогда не видели, где они говорят, сестра гусеница. Поползли со мной. Вместе будем проходить процесс трансформации. И все, и там 15 сестер вместе закрутить. не. В коконе ты будешь сам. Никого там не будет. Господи, я уже и не гусеница. А что теперь? Доверься мне. Не верю, не слышу голоса, не вижу видений, ничего не вижу, вижу одну пленку. Некоторые гусеницы пытаются обойти процесс трансформации. И они пытаются к этому толстому телу приклеить крылья. А то работать не будет. Ты не бабочка, я знаю. не подделывайся. Иосифу были показаны сны бабочки. Когда он еще был гусеницей. Которой еще предстоит трансформироваться в бабочку. И когда он трансформировался в бабочку, собственные братья не узнали. Иосиф попытался летать в гусеничном состоянии. Залетел только в яму. Иосиф попадает в кокон. Дом потифара, тюрьма, одиночество, депрессия, боль. Ничего непонятного. Ни Бога, ни друзей, ни папы, никого. Способен ли ты пережить время кокона? поймите семья, ты не сможешь. Да, тебе обещано, но сможешь ли ты прожить этот период? Чтобы выйти тем, кем Бог тебе сказал и видел. Именно здесь теряется большинство, не понимая, что пророчество о бабочке получает гусениц. которая должна согласиться на процесс метаморфозы. Вы знаете, в греческом языке перемена, трансформация, это переводится как метаморфоза. Когда вы идете в Вибрацию, когда Бог говорит, вы будете преображаться, там написано, вы будете метаморфоза. в метаморфозе не два состояния семья, в метаморфозе три. Одно состояние, третье состояние, и второе абсолютно непонятное состояние. Ты уже не то, и еще не это. И вот здесь большинство людей, не понимая ничего, соскакивает. не вздумай никуда идти, подожди. Не беги, ничего, не кричи, ничего, просто подожди. Бог доведет до конца. Уникально, что в этом, в этом то, что бабочки не способны это объяснить гусеницам. Бабочки не могут это гусеницам объяснить. Гусеница смотрит на бабочку и говорит, ну ты бабочка. Иногда, знаете, смотрит зал гусениц на какие-то бабочки, каких-то апостолов, епископов, молитвенников. Я хочу там быть. И Бог хочет, чтобы ты там был. А сможешь ли ты пройти вот этот непонятный период окона? Можешь ли ты идти за Ним? Итак, дорогие, секрет воссоздения на свою высоту это не только поддаться трансформации лично. Это позволить Богу трансформировать все твое окружение и ввести тебя в твою функцию. Но выбор всегда остается за нами. Захотим ли мы пройти через процесс? Чтобы в процессе на этой земле появилась новая функция небесного царства. Носящая атмосферу славы Бога. Вы что-то взяли для себя. Давайте воздадим славу Богу, давайте поднимемся. Спасибо, любимый Иисус. Сегодня было больше мыслей, чем проповедь. просто подумать. За кем я иду? Готовлю ли я на процесс? И я хочу Бога. Я хочу славы. И когда Бог отсоединит тебя, ты больше никогда не будешь ведом человеческим мнением. Потому что ты прошел через процесс. и теперь он становится твоим хозяином, Богом и любимым. Папа, спасибо. Я верю, что церковь сейчас на рубеже следующей волны славы. Мы абсолютно знаем, что частью этой славы будет воскрешение мертвых. Мы знаем. Мы не знаем, когда, мы не знаем, что, мы не знаем, с кем, но мы эти шаги будем делать до тех пор, пока это не начнет происходить. Я верю, Господь, что это будет настолько радикальное пробуждение, Бог. И это также будет огромный сбор урожая, мы видим это. Потому что раньше, во время пробуждения, где-то были какие-то люди. И все пробуждения по статистике умирали, потому что отходил или в грех, или уходил из жизни главный герой пробуждения. Но вы знаете, семья, что мы ждем? Мы ждем, когда Он будет двигаться здесь. Семья, это не просто фразы, именно нам нужно будет отойти в сторону. Что-то Бог будет делать даже не через лидеров и пасторов, это могут быть дети, это может быть просто атмосфера. И нам нужно уже привыкать к тому, что Бог должен управлять каждым движением неба. До тех пор, пока человек будет приписывать себе и хватать руль пробуждения, это пробуждение всегда будет оканчиваться, Бог его будет оканчивать. потому что Библия говорит, славы моей никому не отдам. И мы верим, Отец, что мы будем идти и идти в Твое присутствие до тех пор, пока слава не станет наследием этого места. Я верю, Бог, для Твоей славы даже не нужны люди в здании. Это здание будет наполнено ангелами и атмосферой тронного зала. И нет ничего прекраснее, чем человек, приходящий к Богу, встречается с самим Богом. И это наша мечта. Да, наша мечта молиться, но потом вовремя отойти в сторону. Большинство могут молиться, но не могут отойти в сторону, когда началось движение. И я верю, Бог поднимается это поколение, которое настолько продано Тебе, что отойдет в сторону во время движения Бога. И вся слава и вся честь будет принадлежать Тебе. И мы благодарим Тебя, что мы живем именно в это время. И вся семья сказала Амин! Чисус, воздай Ему славу! Спасибо Тебе, Иисус. Присаживайся! Будьте сады! А я чувствую себя, я чувствую, что-то зреет. Что-то зреет, зреет, зреет! Матюринг, матюринг! Что-то вдуй! Каждый раз, когда я выхожу на свою молитву, я чувствую, что-то зреет, зреет, я его уже чувствую! Я это не чувствовал два месяца назад, я это не чувствовал полгода назад, но сейчас я что-то чувствую! Что-то идет, и идет очень серьезно. Пожалуйста, семья, об одном попрошу вас. Освободитесь от всего тайного греха, если нужно, покайтесь. Каждое пробуждение и движение Бога всегда несло на себе чистоту тех, на кого сходила слава. Если у тебя есть тайный грех, неисповеданный грех, пожалуйста, освободись. Просто исповедуй его, отрекись от него. Но не живи в тайном грехе. Поймите, семья, чистота — это залог, это один из условий движения Духа Бога по своему народу. Я не говорю о том, что ты не будешь иметь проблем или с чем-то сражаться. Я говорю, у тебя нет тайны, которую ты прячешь. Отдай ее. Остановлюсь, а то меня затягивает. Унакомься. У controlled-на газ Bel Deswegen. У Taylor- trucks. ula.